Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Ребята, привет! Привет! Меня зовут Мария Александровна, и я работаю в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Наша служба приходит на помощь всегда, если случается беда. Но именно сейчас мы с вами в стране безопасности, где будем учиться простым правилам безопасного поведения в любой жизненной ситуации. А помогать мне будет с этим «Спасайка», но с ним я вас познакомлю чуть позже. А пока хочу представить наших сегодняшних героев. Вария и Ярослав первыми вступили в борьбу в стране безопасности и смогли заработать в первый соревновательный день 7 баллов. Тогда им досталась тема «Природные стихии», с которой им отлично удалось справиться. Посмотрим, что ждет сегодня ребят. Вария и Ярослав, привет! Приветчик! Я очень рада нашей новой встрече и хочу рассказать, что происходило за это время в стране безопасности. В борьбу за звание детского эксперта вступили ваши соперники. Они тоже прошли по одному испытанию, и сейчас «Спасайка» покажет вам, сколько баллов удалось набрать всем участникам. Итак, внимание на экран! В стране безопасности уже выступили все пять команд, и вот как выглядит на сегодня турнирная таблица. Вария и Ярослав набрали 7 баллов. Вторая команда в составе Алены и Ивана смогли заработать 9 баллов. Следующими стали Арина и Арсений. Они набрали 8 баллов. Четвертыми в игру вступили Наталья и Максим, которые смогли набрать 9 баллов. И завершающей стала команда Алисы и Владислава, которая набрала 7 баллов. Посмотрим, чем закончится второй игровой день для сегодняшней команды. Итак, один бой уже сыгран, и у вас осталось три опасные зоны. Это опасность дома, правила поведения на улице и последняя тема – опасность на природе. Давайте выбирать! Спички, газ, электроприборы, горячая вода. Да! Да-да-да-да! Мы выбираем тему «Опасность дома». Ребята, вы выбрали тему «Опасность дома». Но ведь дом – это самое безопасное место на Земле. Как вы думаете, что может случиться в отсутствии родителей? Пожар. Пожар. Давайте варианты ответов свои. Ты может случайно загореться из-за того, что ты вставил электроприбор и забыл его выключить. Самое опасное – это нельзя что-нибудь варить без присутствия родителей, потому что может загореться квартира, потому что плита может быть, ну, может… Может прорвать трубу там, где идёт газ. Да, и газ может высечь. Когда мы будем уходить, например, в школу, и нам мама дала самим поглотить вещи, мы можем оставить утюг невыключенным. Ну, вообще правильно, вы вымыслите абсолютно, но всё то, что вы перечислили, вы, наверное, вырастите, чуть постарше станете. Тогда вам можно будет делать это всё самостоятельно, соблюдая правила безопасности при этом, о которых мы сейчас узнаем. Вот. Ну, конечно же, дома может подстерегать много опасностей, и сейчас мы с вами о них узнаем и поговорим. Для того, чтобы вам помочь справиться с моими вопросами, я хочу показать вам небольшой мультфильм. Смотрите внимательно. Ответы на все сегодняшние вопросы там есть. Привет, друзья! Меня зовут Спасайка. Я приглашаю всех вас отправиться в путешествие по квартире. Скучно и неинтересно, скажете вы? А вот и нет. Предлагаю начать с кухни. Для меня это самое любимое место в квартире, потому что здесь есть холодильник со всякими вкусностями и плита, на которой готовятся ароматные булочки. Я, например, очень люблю покушать. Но кухня не только самое замечательное место в квартире, но и одно из самых опасных. Внимание! Запоминай, что опасно. Оставляйте еду без присмотра на включенной плите. Сушить над плитой вещи. Обогревать квартиру зимой с помощью включенной плиты. А также пользоваться плитой в отсутствии взрослых. А что делать, если опасной ситуации избежать не удалось, и вода из кипящего чайника залила огонь, и в квартире пахнет газом? Запомни, в любой ситуации самое главное правило не паниковать. Действуй спокойно и быстро. Выключи плиту. Открой окно. Не включай и не выключай электроприборы. Выйди на улицу. Позови на помощь взрослых, например, соседей, и расскажи им, что произошло. Вызови спасателей по телефону 101 или 112. Назови свой адрес и расскажи, что случилось. Ребята, я надеюсь, что моего помощника спасайку вы слушали внимательно. И если так, то с легкостью ответите на мой первый вопрос. Что нельзя делать на кухне? Нельзя белье сушить над плитой. Правильно. Плиту нельзя включать без присмотра. Родителей. Верно. Нельзя оставлять чайник без присмотра. Ну, если родителей там нету дома, или если ты ушел куда-нибудь, например, на улицу. Нельзя чайник оставлять на плите. А что еще случилось? А когда начался пожар, нельзя отключать или включать электроприборы. И надо сообщить соседям о твоей случившейся ситуации. Ребята, за этот конкурс можно было заработать максимальное количество баллов. То есть три балла. Вы справились с ним успешно. И за это я вам даю три балла. Я вас поздравляю. Ура! Круто! А теперь наступило время второго испытания. Из трех ответов на вопрос вам нужно выбрать верный и сделать это за максимально короткое время. Итак, вопрос. Что делать, если вода из кипящего чайника залила огонь и в квартире пахнет газом? Выбежать на балкон и кричать пожар? Выключить газ и открыть окно? Либо укрыться в другой комнате и ждать прихода взрослых? Второй вариант. Второй. Мы выбираем второй. Выключить плиту и открыть окно. Совершенно верно. Это правильный ответ. Молодцы, ребята. Вы правильно и очень быстро ответили на мой вопрос. За это вы зарабатываете максимальное количество баллов в этом конкурсе. Два балла. Ну и напоследок загадка. Тоже про опасный предмет. И здесь надо быть особенно внимательным, потому что за правильный ответ можно получить три балла. А если ошибетесь, то один балл я у вас заберу. В ряд лежат они в коробках, в красных шапках на головках. Их, пожалуйста, не тронь. Притаился в них огонь. Что может лежать в ряды? В коробках, в красных шапках на головках. Их, пожалуйста, не тронь. Притаился в них огонь. От чего огонь может быть? От спичек? Совершенно верно. Правильно. Это спички. Конечно же, в ряд они лежат в коробках. Если их тронешь, то может произойти пожар. Итак, ребята, вспоминаем, сколько же баллов вам удалось сегодня заработать. Итак, один балл вы заработали в качестве премии. Это бонус был за правильные ответы. В первом конкурсном испытании вам удалось заработать... Три. Три балла, верно. Во втором конкурсном испытании... Два. Два балла, это уже сколько? Эээ, пять. И плюс один бонус был... Шесть. И в третьем конкурсном испытании вы получили... Три. Три балла. Итого сумма... Девять. Девять. А девять плюс семь равно шестнадцать. Девять плюс семь – это общая сумма. Итак, ребята, сегодня вы заработали девять баллов. И сейчас спасайка внесет этот результат в таблицу, для того, чтобы мы потом могли сравнить его с результатами других участников. А ровно через неделю со вторым заданием будут справляться ваши соперники. Посмотрим, как это у них получится. Так что скоро увидимся, а место встречи остается прежним. Это ваша страна безопасности. Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова